Вот уже двое суток. Новых летальных случаев от COVID-19 в стране не регистрируется. Сначала распространение заболевания в республике. Умерли 34 человека. Движение общественного транспорта в столице могут приостановить, если некоторые пассажиры и дальше будут пренебрегать соблюдением санитарных норм. Пассажиры обязаны носить медицинские маски. Вход в автобусы без них запрещен. Но все ли пассажиры соблюдают эту меру? Марк Брюшко проверит в прямом эфире. Он снова присоединяется к нам. Марк, есть ли сейчас на остановках люди, которые стоят без масок? Марат, к сожалению, мы проехали несколько остановок и увидели много людей, которые не только стоят без масок, но и пытаются войти в автобусы у некоторых из этих людей, которые не проявляют сознательность. Все удавалось очень даже, выходило очень даже удачно. То есть люди проходят беспрепятственно, водитель не может их высадить. То есть там, где нет контролеров на остановках, были и такие, мы увидели. Или где контролер не смог увидеть в общей толпе человека. То есть люди беспрепятственно заходили без масок в салон. И при этом, общаясь с этими людьми, с некоторыми мы успели пообщаться, более подробно об этом уже в следующих выпусках новостей вы узнаете. И то, что они нам ответили. Люди говорят о том, что, ну, отшучиваются, что вроде вчера проехали без маски, сегодня тоже получится, зачем мне маска нужна. Но, как контролеры констатируют... Давайте пройдем ближе к остановке. Как констатируют контролеры, с которыми мы тоже пообщались до прямого эфира, порядка 30% пассажиропотока, в принципе, вообще не носят маски. И это очень плохо. И контролеры просят ужесточить, конечно, меры в отношении тех, кто маски не носит в общественном транспорте. Потому что карантин-то никто не снимал в столице. Вот молодой человек без маски. Здрасте, Хабар-24, в прямом эфире работаем. Маска есть с собой? Нет. Почему без маски? Вы на автобусе пытаетесь, да, проехаться? Ага, да, да. Знаете же об ограничительных мерах? Да, знаю. Ну а почему без маски вышли? Ну, забыли. Забыли дома? А вчера с маской были? Да, были. Отлично. Ну, говорят, что вчера были с маской. Давайте попробуем поговорить еще с людьми. Вот люди в масках здесь. Давайте попробуем подойти к ним. Доброе утро, Хабар-24, в прямом эфире работаем. Расскажите, пожалуйста, часто ли видите в общественном транспорте людей без масок после того, как он возобновил свою работу? Нет, не часто. Все люди носят маски, предосторожности, пользуются антисептиками. При мне даже было, я видел. Что, люди соблюдаются? Не опасаетесь сами кататься в общественном транспорте? Все-таки один из автопарков на карантин был закрыт во время усиленного карантина в столице. Нет, не опасаюсь. Сабо-таска антисептики. Часто им пользуюсь. В общем, соблюдайте все меры предосторожности, да? Это абсолютно правильно. Так, ну пока никаких автобусов нет, возможно, мы попали как раз-таки в этот самый интервал, который попадали несколько дней назад, когда тоже выходили из одной из остановок общественного транспорта. Ну вот, женщина, давайте с ней попробуем поговорить, пока она есть. Хабар-24. Расскажите, пожалуйста, как часто ли видите людей без масок вообще с антразов? Ну вот, автобус-то недавно стал ездить, я всего третий раз еду в автобусе сегодня. Водители не смотрят, по-моему, водитель должен смотреть, раз он первую дверь только запускает. Они не смотрят, часто без масок. Спасибо большое. Так, ну вот автобус заехал на остановку, давайте попробуем у водителя спросить. Здрасте, а контролируется ли как-нибудь то, что в масках, без маски забудят люди? Контролирую. Много ли без масок людей? Нет, нет. Немного у вас на маршруте, да? А вы можете, допустим, человека, ну, допустим, не пустить в автобус, если маски не будут у него? Ну, да, и указания не пускать, ну, как бы это. Помимо отбывает разное. Спасибо большое. Ну, вот говорят, что не пустить, опять-таки подтверждение моим словам, не пустить в автобус водитель людей не много. И все зависит лишь от сознательности каждого человека. Поэтому призываю всех зрителей, всех, кто сейчас смотрит, да, вообще всех людей, давайте все-таки в столице будем более сознательными, будем носить маски, пользоваться антисептиками и не будем заходить в общественный транспорт без масок и не будем нарушать все санитарные правила, чтобы общественный транспорт не приостановил свое движение. Такие опасения, к сожалению, есть. Марат, вот такая обстановка на остановках общественного транспорта в столице. К этой минуте у меня вся подробная информация. Спасибо, Марк Брюшко рассказал о поведении столичных жителей в общественном транспорте. Продолжение следует...